Спасибо. 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 В первом вопросе я попрошу немножко рассказать о том, что сейчас мы будем в этом вопросе, как это произошло? Спасибо. 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 Я хотел сказать всем спасибо, я не ожидал, что в субботу кто-то вообще придет. Я говорю, я ехал по безлюдной дороге никогда. Здесь буду я один, наверное, поэтому спасибо. Я Роман Витренко. Я вот с командой музей, нам удалось создать канал, называется «ТНТ». Как продюсер, он продюсировал, наверное, десятки различных сериалов, в основном жанр и комедия. Сюда я уехал по политическим причинам в 2013 году. Просто была жажда приключений. В России уже как-то все понятно. Хотелось попробовать что-то нового, открыл здесь кинокомпанию. Да, и в 2017 году я вернулся, меня призвали, то есть сильно очень уговорили, вернулся назад на канал. Я поехал, доработал там практически до событий, до войны. И так получилось, что я буквально за две недели до событий ничего про это не понимаю. Я приехал. Я приехал. Я приехал. Я приехал. Я приехал. Около приузов... И я приготовлю... Пlé Beast. В середине 90-х, уже после отмечения «Дефакта» с театрой «Петербургии» поступила в Украине в Южной Калифорнии. Сделала первый свой фильм «Россия», получила студенческий «Оскар». Всегда работала в «Нассо» много лет. Делала для них большую реографию. Пандора с фильмом «Неудобная правда», потому что я была главой исследований на фильме «Россия», а последовала срочно, наверное, стар фильмы. В полливудских, в основном, документальных, документальных тоже сделала фильм о «Женщине благо», который даже назвал «Втором канала российский». Но никогда не зависело от российских денег. С 2019 года 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 мне профессионал «Российский». Сейчас делаю фильм «Связанный с Россией» и «Навитос» и «Женщине благо». Да, я приехал в марте. Началась война. Параллельно с тем, как «Связанный с Россией», тем что заканчивается в этом прошлого года и собственно сейчас в основном заканчиваем фильмы и записывай звук заканчиваем добрый вечер это первый фильм и сейчас, в общем, есть разные наши проекты, которые мы сейчас должны быть, потому что здесь есть партнер. Здравствуйте, я вам не могу не могу. А я уже по-бой, не могу не могу, а актриса. Продолжение следует... 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 Ну, это такой сложный вопрос, но у меня, на самом деле, была такая ситуация, что когда я принимал решение уезжать, то я находился в середине съемочного процесса, на съемке пилота будущего сериала. Ну, в данном случае, так как решение было, пришлось приостановить съемки, и в данном случае пошли навстречу, и они стали сопротивляться, уговорили от меня отстаться, стали, что это твой выбор, на что наставят. И, соответственно, мне тоже как-то хотелось прийти навстречу не представлять. Я предложил, собственно, обратный опыт, потому что это было у меня год назад, это закончить съемки по зуму. То есть, условно, я год назад из Москвы снимал по зуму кино в Лос-Анджелесе, теперь из Лос-Анджелеса по зуму пилотов в Москве. Ну, вот. И когда мы начали это делать, ну, то есть, мы начали это делать, соответственно, был с режиссерной площадкой, и параллельно, собственно, я режиссировал, дальше пытался закончить пилот, и шла речь о том, чтобы также дистанционно, может быть, продолжить снимать. Но в процессе работы над этим пилотом я понимал, что те смыслы, которые, например, изначально я в нем закладывал, по ходу пришлось очень сильно корректировать, исходя из того, как резко поменяла ситуация, как сильно усилилась цензура, которая с того до этого душила. И я в какой-то момент как бы так остановился и подумал, что я делаю, что это какой-то стокольский синдром. Я уехал, и продолжаю все равно существовать по неким цензурным правилам, то есть, как бы, я все равно, получается, как бы, моментально в этом плане не свободен. Ну, вот. И в этот момент, как бы, меня как-то так отрезало, я все-таки отказался проектом, и на будущее для себя сделал вывод, что не хочу на данный момент сейчас сотрудничать с Россией, потому что, ну, по нескольким причинам. То есть, то, что сейчас я сказал, скорее, как бы, такой причине моральной, ну, не моральной, в смысле, творческой. С другой стороны, я не понимаю, мне кажется, сейчас, и с творческой точки зрения, я не понимаю, о чем бы можно было снимать кино в России, с точки зрения того, чего бы хотелось. Ну, то есть, для меня все равно важно некое созвучность сегодняшним днем. снимает сейчас какое-то отстраненное, позитивное кино, как будто бы ничего не происходит, странно. Ну, то есть, это как рекламный ролик про семью, святую семью и рекламный ролик майонеза. Но, как бы, кино не имеет отношения. Вот. Снимать что-то острое невозможно, потому что, как бы, ну, поднайменно все перекрыто каналом. Вот. Поэтому для меня в этой позиции точно как бы не стоит вопрос, потому что я понимаю, что, ну, в данный момент свободы для творчества, поэтому сейчас я буду хотел этим заниматься. Другой вопрос экономический, что, ну, все-таки сейчас есть такая некая международная блокада экономики России. Я считаю, что это довольно правильное, ну, правильное оружие для того, чтобы остановить войну. И вот в смысле продолжать поддерживать интертеймент в России со своим участием, мне кажется, тоже морально неправильно. Вот. Поэтому для меня такой вопрос. Я, наверное, довольно рано еще весной здесь все закрыл и сказал... Хоть продолжают поступать какие-то предложения, но я бы до себя решил, что я с Россией сейчас работать не могу, но, по крайней мере, пока, видимо, на связи с политическим режимом. Миша, наверное, это прошу продолжить. Ну, мне кажется, на самом деле вопрос шире. Намного шире, да. Намного шире, потому что, мне кажется, что... Я не хочу сказать, что я к даю, но мне кажется, что все здесь собравшись, и для себя этот вопрос решили примерно в том же русский, что и Егор. Егор, Егор, это хорошо общался. На самом деле вопрос шире. И то, что нас удивляло, мне кажется, всех в марте, в апреле точно, это, что наши коллеги, оставшиеся в России, продолжали как бы делать это кино, да, продолжали и даже делали новые проекты. Я здесь не хочу выступать ни в коей мере осуждающим, и как бы как-либо морально каждый человек безусловно делает свой выбор, да. И у всех есть свои ситуации. Я как-то для себя лично определил, что люди, у которых, я знаю, есть большой достаток, или могли бы себе позволить этого не делать финансовым, во всяком случае, вопросом. И это делают, у меня кажется, но есть, во всяком случае, моральные вопросы к ним, да. Но вопрос шире, что эта индустрия продолжает процветать в России. Ну, процветать в том смысле, что проекты делают, проекты договорятся. Ну, понятное дело, что эти проекты не могут никаким образом затрагивать какие-либо, потому что мы тоже говорим, какие-либо вопросы, которые нас на самом деле интересуют. То есть, можно было себе раньше представить массу комедий, сказок, всего что угодно, но сейчас делать как бы романтическую комедию, которая просто игнорирует абсолютно существующую войну, и то, что как бы ужасы, которые творит страна России, ну, на мой взгляд, по-моему, что это странно, если говорить, что это преступно, как бы для художника, для режиссера, для сценариста. Вот, поэтому тут причины, по которым мы все, наверное, здесь, извините, если я за все говорила, что было в любое мнение, но здесь как бы не соответствую. Дальше. При этом, я в прошлом году, как ты сказал, снял фильм, значит, я его доделываю, при этом с Россией. Естественно, я должен его доделать. Это проект, но я его снял в прошлом году. Если бы сейчас мне нужно было ехать в Россию, да снимать или что-то снимать, я бы не поехал, где-то победил. То есть здесь, как бы, вот, и я веду дальше диалоги с российскими правительствами, часть из них осталась, часть из них в России. Вот, тут, скажу, тоже будет положение, понимаю их, но, опять же, как бы, вот, ситуация, при которой там сейчас будет происходить, мы будем видеть дальше, как там, если будут новые сказки, новые комедии, и, значит, это самое для меня, оно абсурдное. Я не понимаю, как часть мне знакомых людей это. Федь, сейчас у тебя в фипрофон. Продолжишь? Ну, мы все, кто работали в России, на самом деле, участвовали в этой легитимизации режима. Занимались этим контентом, мы же, наверное, не снимали Чудакова про Путинского, но я, на самом деле, думаю, что это еще шире. Научно. Пусть не расширяется, но нет. Так, так. Потому что, с ними в России, это огонь и режим. Огонь, и они делают вид, что у них все нормально, что у них там сериалы, какие-то фильмы. Сидержантки новые выходят. И все, и, конечно, я не склонен обвинять тех людей, которые это снимают, но, конечно, то, чем они занимаются, это легитимизация этого режима. Ром, хочешь еще шире? Ну, я просто тоже хотел присоединиться к не обвиняющим. Я просто знаю, ребят, на самом деле, для многих творческих людей, если ты сценарист, если ты не знаешь английского языка, как родного, это запрет на профессию навсегда. Поэтому какие выходы есть? Есть выход либо стать революционером и как бы сесть надолго и рисковать своей жизнью, своей семьей, либо уехать. Но уехать реально даже не будет по материальным причинам. Для многих это творческая смерть. Мы здесь, в Голливуде, тоже знаем все, как это непросто в другой стране, в другой культуре продолжать творить. И поэтому, да, я понимаю этих людей. Мне было проще, я, по крайней мере, английский язык знал. Как бы вот как-то так. Легитимно. На какой вопрос, как мы отвечаем вообще? Про возможность работы с Россией. А, ну, я бы себе решил, что, ну, просто на каком-то высоком уровне, если работать творчество, ты так или иначе работаешь с госкорпорацией. То есть практически любой заказ так или иначе связан с госкорпорацией. Либо это платформа, там, я не знаю, Сберовская, или там еще какая-то. И поэтому вот это главная причина, почему я решил для себя, что я не буду работать с Россией. Маш, хочешь еще? Можно я добавлю? Да, конечно. Мне предлагали несколько раз участвовать в каких-то конференциях профессиональных уже после начала войны. И я им каждый раз говорил, хорошо. Я бы скажу. Ну, только я начну сначала с того, что расскажу, какая у меня позиция, а потом мы поговорим с вами про эти объективы, про что-нибудь там хотели. Ну и что, после, потом не звали или говорили, приходи? Теперь извини. Вот Машу, я знаю, звали сниматься в России уже после того, как она выступила в России. Машу. Ну, я могу еще, что ли? Дело в том, что я, наверное, среди присутствующих человек, которые ну, до определенного момента сам того не понимают, как раз очень глубоко участвовал в пропаганде. В том смысле, что 95% моей работы как актрисы было связано с телеканалами первый, второй, прежде ТНТ, но там было просто весело и безопасно. А вот буквально неделю назад мне позвонила бабочка и по телеканалу «Россия» показывали военное кино со мной, где я борюсь с фашистами, которые мы снимали полтора года назад и в контексте происходящих событий в таком перевернутом мире. Это, конечно, достаточно болезненная для меня история, потому что бабушка как раз очень переживает, потому что ей кажется, что меня обманули, что я в логове программу в Америке. Поэтому, конечно, дальше я работать в России на данный момент не готова, но и мне, честно говоря, немного удивительно, что продолжаю показывать сериалы со мной, потому что я много чего лишнего сказала, в принципе, надо было бы не показывать. но у меня из-за этого есть надежда, что, значит, не очень хорошо эта система работает, у нас нет единой линии партии, структуры и четкого определения, где враг народа, где друг. У нас такой хаос. Я надеюсь, если скоро все закончится и мы, так сказать, вернемся. Вряд ли. Машу, Марианна, хотите что-то добавить? Я могу еще. Да. Еще. Просто очень коротко, потому что я считаю, что все началось не в феврале этого года, а началось 20 лет назад. И тем людям, которые уехали в середине 90-х, это было совершенно очевидно. То есть мы сидели вот так по восходящей примерно 20 лет. Я за это время три фильма сняла в России, их не показали. Последний фильм попал в шорт-лист Оскара. Отрезали финал, где Сталин стоит во обнимку с Путиным на Красной площади во обнимку, и дается статистика, что самый популярный лидер политический деятель Сталин, а после него идут Путин и с Пушкиным одновременно делят второе место. То есть 40 секунд Тараканал, естественно, отрезал, но они его показали. Я считаю, что с режимом сотрудничать нельзя, что здесь собрались люди, которые позиция антивоенная, антипутинская, и ответ, я думаю, однозначно, и сейчас время мертвое, и это надо просто понять, принять. И пережить. Ну, я работала, пока работала на Машем Медведе, к счастью, к счастью, не к счастью, так получилось, что я перестала там работать два года назад, то есть за два года военных, но пока я работала на Машем Медведе, в принципе, позиция нашей компании была не брать государственных денег, это все были частные инвестиции, но, как бы, естественно, насколько мне известно. но, конечно, контекст влиял всегда, опять же, русской православной церкви со своими правилами и ограничениями детский контент и все время обсуждения того, что детям полезно, что вредно, и как бы была, с одной стороны, была такая группировка поддержки, что это наш национальный бренд, вот, вот, даже в одной статье говорилось, что это любимый бренд Путина, там, все плакали, все плакали, по-моему, пару дней после этого. И с другой стороны, другая комиссия была создана тем, что обсудили позором, то есть по мнению педагогически несостоятельным вредным здоровьем, вот, но, как бы, все эти ограничения, они помогали, как-то творческие, творческие, но они тоже помогали, просто творческий процесс, он был такой вот, очень интересный, даже нужно было все это дело обходить. Да, но мне это все касалось в меньшей теме, потому что я всю дорогу работала из Америки, и для меня только отголоски доносились. Собственно, мне этих задач решать не приходилось, просто я слышал о том, что там происходит это, 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 в принципе, я считаю, что то, что было сделано, это вполне достойно и прекрасно и преградом, и в той ситуации, в которой он был создан, я считаю, что это просто, я горжусь тем, что я принимал не очень. Но с тех пор, как прошло два года, я там больше не работаю, у меня периодически приходят какие-то предложения из России сделать какую-лину задачу, но я стараюсь не заниматься этим сейчас, потому что я буду потому, что сказано моими коллегами ранее, что любая работа подпитывает машину, машину пропагандой, все, что показывают по телевизору в серии, просто создает аудиторию ощущение того, что все хорошо. И нейтрального контента сейчас, даже самый нейтральный контент, он имеет значение политическое и социальное. машину дадим слово. Я, наверное, в эту тему хотела бы добавить то, что хочется признаться, что работает, 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 нет, нет, тогда на этот нехожу. был один проект, о котором я, честно говоря, всегда хотела отмалчиваться, но, как бы, сам признаться, есть некая компания, национальные приоритеты, это организация, созданная при правительстве ТРФ, и в какой момент она обратилась в Кайпе, собственно, сделать для них главный такой видеоролик. Суть ролика заключалась в том, что эта организация поддерживает различные маленькие организации в других городах, там, мусороперерабатывающие заботы в Новосибирске, IT-компания в каком-то другом маленьком городе, потом поддержка компуляции ТВ-гроб в Сочи, там у них есть национальный парк, переднотальный центр это выдержка маленьких детей в Москве и так далее. А еще была организация, которая помогала пенсионерам в другом маленьком городе. И мы организовывали экспедицию, наша команда ездила с режиссером, который очень известен в Москве, и снимает полные метры, который бездель крутится и так далее. Известный информационный художник. И мы все это видели своими глазами. Работают ли эти центры? Нет, они не работали. Но мы на ходу придумывали все пути решения, чтобы я осталась довольна, что да, этот центр для поддержки пенсионерка работает, да, он все равно прорывает точно год, это будет супертехнологично, а не как просто слово побольше. Грома Экс, эти темка для потемкинские деревни. Но эти дети, нет, они у этого центра никто никогда не знает. И знаете, культурный шок, когда мы с ребятами ездили, я знаю, мурашки идут попозже, просто когда мы видели то, что нам, то, что хочет клиент, национальные приоритеты. Да, мы все это делаем. У ребят был культурный шок. И в каждом контракте с нашими талантами везде было указано, что их никогда в деле не будут указаны. я подумал, что может быть там помнит, но я подумал, что контекст задать, потому что люди собрались, которые вообще не знают состояние российского кино последние годы. в целом, чтобы вы понимали, просто обозначил, значит, до войны февралет этого года у Netflix было 3 или 4 оригинал, которые запускались в Россию, у Apple заходил в Россию в Диск проект в Мой Screening был подтвержден дистрибуцией Universal, которые из России после марта, но Universal уже подтвердил в прошлом с то есть индустрия буквально кипела, было очень много проектов, было много международных проектов, по-продакшенов, многие люди хотели приезжать снимать в Россию, снимали там западные режиссеры в том числе, это все происходило в течение последних десяти лет, но именно в этот момент было ощущение какого-то бунта университета. Да-да, так и есть. В 2021 году, то есть это было абсолютно шоу для всех, ну и наши друзья, которые, у них уже должен был у них уже был снят сериал для Netflix, который сейчас лежит на полке. Вот то, что происходило, то есть когда Петя напоминает про то, что это как бы всегда была сделка с режимом до войны, на каком-то конечно, как бы сверхвысоком уровне это так, но по сути на этот сделок с режимом шли все большие киностудии в мире в этот момент, и поэтому просто важно понимать этот контекст, понимать, где мы сейчас. ром добавишь про состояние индустрии на момент начала войны. Я еще не скажу, да, согласен с тем, что Миша говорит, мне кажется, что еще просто до войны были, ну как бы условно они как-то так за последние 10 лет в последние 10 лет оставались места, куда можно было уйти от госфинансирования, от того, чтобы тебе указывать какой конкретный индустрии маркер. Ну, я сказал с вами все-таки выбирать проекты, которые там не ставят свои задачи там пропаганды там или даже условно кино с открытым бюджетом с ними героическое кино про Александра Мерского, но нет, спасибо, не бросится. Вот. В этом смысле такие опции были. У меня, например, было ощущение последних лет 5, что этих опций становится все меньше, то есть условно у них окошек, где можно избежать непосредственной связи государства будет меньше, при том, что, говорится, на глобальном уровне, да, начинаешь рассматривать с клубок, он все равно туда приведет. Например, у меня там не было фильмов финансируемых государством, но там я лет проектов снимал для платформы Premiere, канал ДНТ, это Газпром Медиа, ну, Газпром Медиа, по идее, это не государственная компания, частная, но мы все понимаем, что ее издушники все равно туда упираются. С другой стороны, из платформы Море ТВ, телеканал СТС, ТНТ, сейчас как бы НЛГ надлежит по документам Кабаева. То есть, по-любому, так или иначе, упрешься в то, что практически вся индустрия, она как бы убирается так или иначе, как большой бизнес в колодность политики. Но, тем не менее, как бы даже внутри так странно делилось, что снимают ДНТ, проблеты, никто не указывает, что ты должен снимать. И мы постарались снимать довольно сменные проекты и часто даже с какой-то условной фигой в карман. Но после 24 февраля это все, конечно, рухнуло в одночасье. В этом смысле все эти возможности перекрыты точно. Поэтому тут в любом случае невозможно долго, мне кажется, снимать свободное кино. Даже если вы очень хотите закрыть глаза на то, что поддерживает иллюзию развлечения, ну и иллюзию того, что никакого в этом нет. Да, я хотел рассказать немножко из истории. Вы помните, что после развала Советского Союза, 90-е, это была практически смерть кинематографа, не было ни денег, снимали какие-то фильмы на старой базе, которая постепенно разваливалась. И вот в нулевых уже происходило восстановление, как бы, ну то есть должны были появиться новые таланты, которые научатся писать сценарии. Я вспоминаю тоже в моей 20-летней практике в телевидении было время, когда хороший сценарий получал очень редко. Сейчас я читаю много, и сейчас очень много хороших сценарий. Выросло абсолютно новое поколение профессионалов, и в нулевых в 2020 они встретились с гигантскими деньгами. То есть выросло творческое большое, то есть новое поколение творческое, и в 2020 году, примерно, в 2019-2018 появилось 13 платформ. Начался стриминговый бум, начался кинобум и так далее. И касалось, да, и мы начали уже делать, и вот мы здесь тоже вот, хотя мне нас собрать, создали компанию в Голливуде, потому что мы начали делать продукт, который конкурентен на мировом уровне. И была идея, давайте мы возьмем наши форматы, многие из которых абсолютно муниципальные, принесем сюда и начнем снимать на английском языке. И надо сказать, нам почти удалось, но когда возникла война, мы и сами понимали, все большие ребята, платформы, нам сказали, ну, давайте возьмем паузу, потому что сейчас, ну, не время. И я понимаю, что для любого бизнеса большой риск сейчас работать с российскими кинематографистами, просто это риск биржевой, мало ли что, как бы каждый из этих кинематографистов, включая меня, если покопался в Википедии и так или иначе работал на Газпром-миди или еще на какую-то компанию, которая сейчас звучит совсем по-другому. И вот такая вот такая новая реальность, которая прервала вот этот вот, нам касалось, дайте вам еще пять лет, мы просто победим всем, да, всех. Я профессор фармацептической химии Саша Кабану. Вот вы сказали, несколько человек сказали, что для вас очень важно идти сюда и общаться с нами. А вот вы могли бы немножко развить эту тему и сказать нам причем будет. Ну, я, наверное, начну немножко, потому что я, вот мы с Сашей обсуждали, когда она сказала, что давайте мы вас позовем. Мне кажется, я выросла сама в семье ученых, и мне кажется, что ученые так или иначе всегда было какое-то комьюнити. У кинематографистов комьюнити за пределами русскоязычных, кинематографистов комьюнити за пределами России нет. И нам очень бы хотелось, чтобы это комьюнити было, чтобы была какая-то организация, платформа или что-то объединяющее нас всем, где мы могли бы дальше развиваться, учитывая, что работы в России для нас больше нет. Ну, по всем объективным причинам. Вот, собственно, мне кажется, ответ на такой вопрос. Если кто-то хочет добавить, Маш, давай. Ну, я актриса в этой компании умных людей, поэтому я могу просто эмоционально сказать. Я никогда не планировала жить в Америке, я надеялась, что я смогу убедить мужа вернуться в Россию, у меня это почти получилось. Мне просто очень страшно, и, честно говоря, я хочу домой до сих пор, хотя я понимаю, что это действительно может не произойти. Вот, и вполне возможно, это моя страна сейчас. Вот. Вот так это можно? Слушайте, я много раз меня мои друзья, которые живут в других странах, давно спрашивали, они когда говорят, ну, ты же гимнографист, ну, так чего же бы? Так они могли бы обратиться к журналисту, писать, что я не знал, что им сказать, чего же я? Фей, ну, что ж ты? он снимает свои фильмы, это его борьба. А что же будет? И вот по поводу сейчас есть такое соображение. Это невозможно вот так взять, рефлексировать и переработать художественный президент прямо сейчас. Наверное, это прямо сейчас невозможно. Но это же когда-то станет возможно. И это кто-то сделает первый. и я несмотря на то, что фильм, которым я сейчас занимаюсь просто в чистом виде детейментом, но сердце мое не там. И я ищу и хочу снимать такие фильмы, которые будут против путинского режима. И я не строю иллюзии по поводу того, что я что-то изменюсь фильмами. Наверное, нет. Наверное, мне просто будет менее потом стыдно быть детьми. но я на самом деле даже обсуждаю такой фильм. И сложность этого дела в том, что непонятно, как это сейчас кончится, что можно вообще по этому поводу снять. Но я думаю, что надо. И надо придумать и сделать. есть. Марьяна, вы хотели добавить? Да, по комментарии. Во-первых, я слышала, что большие компании вроде Netflix сотрудничали с режимом тоже. Я бы не прикладывала ответственность за режим на компании, такие как Netflix или большие киностудии. Я считаю, что они смотрели сквозь пальцы или Путина не любили давно. Я считаю, что ответственность на другой стороне этой ситуации. Я говорю как человек, который недавно был продюсером двух эпизодов сериала Netflix «Как стать тираном? How to become a tyrant?» Я делала эпизод про Старина, про Хусейна. И второе, чтобы повторить, конечно, я считаю, что как художники наша задача начать делать фильмы и работать. Я работаю на фильме, который имеет отношение к войне, к сегодняшней ситуации. Мы собрали деньги. Я знаю, как поднимать деньги здесь. Я продолжаю это делать. Я считаю, что собравшиеся здесь, недавно приехавшие, надо просто собраться. Даже если ты не можешь снимать, бери ручку и пиши, это ничего не стоит. Пиши книгу, делай книгу. Ты художник. Дима Крымов прекрасный пример. Когда началась война, он ушел по работу и поставил в шнёвый сад, где в первой самой сцене люди падают, спотыкаются от очам с вишнями, они одеты все белые, падают, и когда они поднимаются, они все в красной вишне, и дальше продолжают играть в Филадельфии этот вишнёвый сад. Сейчас время рефлексии, время творчества, я считаю, и это можно делать здесь. Так я дам возможность задать вопрос. Большое вам спасибо за этот встреч. Меня зовут Игорь Ефимов, я один из основателей Ассоциации РАСА, и был первым президентом и вот слушая вас, я понял, что наше сообщество научное близко, во многих переживаниях, одна, что вы говорите, я тоже в 92-м году приехал сюда, Амир, у вас принадлежу наиболее раннему поколению, почему? И мы тоже много рефлексируем, как наше сообщество, не знаю, это не собрание людей, которые занимаются покаянием, у нас были грады, тоже какие-то российские проекты 10-20 лет назад, нет о том речь, а речь о том, что сегодня конференция провели, посвященную столетию философского парохода, это обобщенный философский пароход, который начался с конкретного парохода 29 сентября 1922 года, но он шел там 20 лет, по крайней мере, и у нас были светлые герои за эту историю, которые совершенно не получили отражение в российской культуре, это были люди как Македор Гиганов, Владимир Ильфантьев, Игорь Сикорский и так далее, и так далее. Мне интересно, как вы думаете, если возьмемся ответить на этот вопрос, есть ли сценаристы хорошие, есть ли идеи, как мы могли бы, в общем-то, снять фильмы про этих людей, может быть, документарные фильмы, может быть, режиссерам вопрос, товарищ режиссер. Стадиус, ну, там, знаете, тема, безусловно, интересная и заслуживающая кино, мне кажется, это все скажут, но тут возникает вопрос, любое кино, я там, вот видите, может быть, это такое кино, которое сейчас делается, мне кажется, русскоязычное, если не говорим про русскоязычное кино, оно должно непосредственно говорить о том, какой-то мере, о том, что сейчас происходит с войной, да, с Россией, с трагедией в Украине и так далее. Если это кино сейчас русскоязычное не в этом, особенно если русскоязычное не в России, то это абсолютно какой-то промах, и это просто не стоит за это браться. естественно, мы можем говорить об этом на разных моментах, и это «Сванский проходит» является исторической картиной, которая могла бы говорить о своем личном не в какой-нибудь исторической перспективе. В исторической перспективе с какой-то метафрикой. Да-да-да. Вот. Является ли это самым насущным фильмом, который сейчас, на мой взгляд, нет. Это, может быть, где-то в списке подальше стоит, потому что это уже такие рефлексии, как бы интеллигенции, можно так сказать, да, которые, безусловно, интересны, но с тем, что сейчас происходит, есть ощущение, что должно быть что-то намного больше этой вещи. Егор, добавь, Рома, добавь. Да, я, на вопрос просто закончу отвечать. И действительно есть супергерои, были супергерои в науке, они хочется снимать. Вот если это не делать российским фильмом, к сожалению, есть такая фигня, что каждая нация снимает про своих героев. Она хочет воспевать своих героев, и мы здесь вот с Катей, с Альмом Толстым бегали, я сразу говорил, что мы это не продадим никак, но мы бегали с этим проектом, у него достаточно молодость, очень кинематографично все, но как-то не получилось, да. И сейчас кино – это очень дорогое удовольствие, всегда, ну, то есть коммерческий результат обуславливает, то есть ожидание от коммерческого результата обуславливает, дадут нам деньги или не дадут, сколько дадут и так далее. И главный вопрос – кто заказчик? Если это не делал для России, для России заказчика на русских героев в мире нет или их надо долго очень искать? Ну, вот такой ответ продюсерский. Я просто там уже вот еще много дармахов. Вот здесь у меня в очередь. В очередь, пожалуйста. Спасибо вам большое за то, что пришли. и я хочу сказать, что я полностью поддерживаю вашу позицию, и она очень искренняя и правильная. Наверное, так и надо себя вести. Но между нами на самом деле много общего, потому что и наука, и кино делаются профессионалами. И наука, и кино должны учить людей думать и как-то анализировать разные стороны жизни или какие-нибудь стороны различных явлений. То есть, на самом деле, очень много общего между нами. И то, что вы говорите, это очень разумно и совершенно правильно, особенно к вам. И жалко, что я давно уже думал о том, что, к сожалению, русскоязычные актеры, режиссеры, массы испытывают безумные трудности именно по части английского языка, по части неприятия, может быть. Австралийцы замечают, как раз себя чувствуют здесь. Но здесь уже какой-то небольшой барьер. Ну вот вы работаете здесь, а что бы вам, например, посоветовать тем, кто там остался? Потому что уже говорили, народу там осталось очень много. И в вашей профессии, и в нашей профессии. И мы, например, пытаемся как-то сотрудничать, если можно, со своими бывшими коллегами, которые остались там, потому что наука вообще интернациональна. И нам нужно как-то, в общем, морально хотя бы сделать. Потому что большинство из них на самом деле против того, что происходит. Даже если они не могут так... Да. Совершенно верно. Потому что далеко не у всех есть возможность увидеть. По разным причинам, как правильно совершенно скажет. И вот что им делать? С одной стороны, неприятный режим, да? С другой стороны, например, надо как-то учить детей. Не на том, чтобы маршировать и делать какие-то уроки, не знаю, военной подготовки, которые сейчас насильно убиваются. Но сделать что-то, чтобы, например, им было хорошо. Как Маша делает сериалы для детей, это замечательно. и если бы эти проекты шли туда и как-то развивались, не знаю, новую серию ну погоди, например, сделала, скажем, нормальную. Просто все смотрели, что дети воспитывались как дети, нормально, без каких-то там милейдаристских убеждений. Или, например, снимать какие-нибудь сериалы, какие-то, ну, я не знаю, о любви, о чем-нибудь ищем, о моральных вещах. Если вы вспомните, наверняка вы все смотрели шесть фильмов, знаменитые фильмы Эрика Ромеро, моральные сказки. Это, в общем, вещь, которая вне времени, вне пространства и вне решения. И, в принципе, можно было делать что-то такое тоже. То есть, он как бы думает, вот, имеет ли смысл что-то делать? Пусть это будет финансировать государство, но это будет что-то хорошее, которое, например, уменьшит уныние людей от всего происходящего. Кто хочет ответить? Мария, извиняюсь, женщина, я считаю, что уныние должно быть. Я думаю, что не надо. Согласен. Но людям надо как-то помогать, потому что... И просто гражданам страны, которые, на самом деле, попали в ужасную ситуацию, которые далеко не все поддерживают то, что происходит, но они просто вынуждены молчать, потому что трудовый пресс происходит. Да, здесь есть две точки зрения, да, одна радикальная, это давайте мы сейчас полностью отключимся, не будем выходить на работу, ничего не будем делать, пусть режим сдохнет, да. Как бы, во-первых, ну не факт, что он сдохнет, и как бы, я здесь, я сторонник более какой-то уравновешенной позиции, надо сказать, что лучшие комедии, специалистов в комедиях, лучшие комедии были созданы в Советском Союзе, и до сих пор мы вспоминаем бриллиантовую руку и так далее. То есть, ты можешь творить, ты можешь использовать язык, язык, в ситуации тоталитаризма, это возможно, ты можешь делать какие-то светлые вещи, и мне кажется, ну как бы, ну не все не смогут просто переехать, все не смогут отключиться, все не смогут перестать работать, все равно, да, и более того, какое-то сострадание к людям, которые отрубанены на останки, так сказать, телевашни, которые, ну как можно обвинять, в том числе, своих родителей, которые смотрят телевизор с утра до вечера и искренне считают, что все, что там говорят, это правда, а надо сказать, если ты живешь в Глубинке, а сам из-за того, в Глубинке, ты понимаешь, что если ты живешь в Глубинке, ты включаешь телевизор в красивых костюмах, вроде умные с виду люди, тебе говорят какие-то вещи, это противоестественно для провинциального человека в это не верить, и поэтому их тоже вот обвинять в тупости, мне кажется, сложно, вот, поэтому вот мне солидарно, то есть я солидарно с этой позицией, что надо все-таки как-то помогать, сострадать и, ну, не терять любовь, потому что, как вот тут все говорят, что она должна спасти мир и любовь в том числе к согражданам и в том числе к самолучшим согражданам. Можно? Я вообще не могу сейчас дам. Знаете, смотрите, мне кажется, что тут, ну, я бы так сказал, если мы говорим с позиции создавать комедии, создавать, не знаю, детские фильмы для людей, чтобы, ну, я бы сейчас мне бы непосредственно о людях индустрии кино, а говорим о зрителях. Ну, первых, вот, с точки зрения зрителей, мне кажется, неправильно сейчас создавать это кино, потому что, как раз таки, для зрителей важно сейчас создавать ощущение тревоги, чтобы люди, которые не понимают, что происходит, не ушли в какое-то комфортное одеялко, не ушли смотреть, членную комедию поражать и не думать про политику, не думать о том, что в этом происходит. Они должны видеть о том, что, а улицы пустеют, а что-то, видимо, не так, а почему их любимые актеры перестали выступать, а где комедийное шоу, может быть, я чего-то не знаю, и это как-то заставляет, дает какой-то импульс понять, что что-то не так, что-то прогнило на жемки государственных. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим о тех людях, которые не поддерживают и вынуждены остаться, их много, ну, не так много, как хотелось бы, но они есть, и там, мне всегда очень больно общаться со своими друзьями, которые там остались, потому что я понимаю, что они остались, потому что у них нет возможности этого, всячески морально, пытаясь им помочь, ну, с точки зрения разговора, совета и еще чего-то, но говорит о том, что вот, ну, как бы эти люди могут посмотреть старый, нафиг, они могут доказать своим детям аналитики двухлетней давности, достаточно выпущено творчество для того, чтобы можно было вернуться и не сойти с ума. Вассеяне можно посмотреть. Да, вассеяне можно посмотреть. Торренты никто не отменял, и внешний, как бы, миф все еще по интернету открыт, по крайней мере, пока. Что касается людей, которые в индустрии продолжают работать, и среди них тоже много хороших людей, и они не могут ничего другим заниматься, здесь я лично как бы против рассуждения впрямую, тут все зависит от человека, его позиции. то есть, например, я уезжаю, я понимал, что я надеюсь, что я найду здесь работу. Сколько надо понадобиться времени? Год, два, десять лет? Ну, как бы, или на весах стоял, либо остаться в комфортной ситуации, либо уехать, и начать все сначала. И внутренне я готов был для себя, что если я уеду, и дальше не смогу заниматься кино, ну, значит, я не смогу заниматься кино, потому что оставаться внутри для меня было физически невозможно. Ну, то есть, как бы, но этот порог у каждого свой, из-за него осуждает неправильно. Но, поэтому я не могу, например, таким людям давать им крайний совет, я, например, в разговоре и говорю людям, что уезжать, как ты можешь оставаться, нет, я понимаю, я не хочу толкать человека на поступок, на который он сам не готов. Вот, но в то же время, ну, он как бы помогает им, что давайте продолжать работать, продолжать создавать материал, материал, контент, кино для людей, чтобы они, ну, делали вид, что ничего не происходит, это тоже неправильно. Вот, поэтому это сложный вопрос, как бы, никому не хочешь рассуждать, но мне кажется, что если наша позиция такая, моя позиция такая, то я не хочу вкладывать в свою лепту, как бы, в помощь, в помощь людям. Мне кажется, в этом смысле, ну, я может быть не рад, мне кажется, в науке может быть чуть-чуть проще, в том плане, что наука, она действительно имеет границ, это некая объективность, знамена, творчество, любое, если мы говорим об искреннем творчестве, оно, оно, вот, про что угодно ты снимаешь, про первоугодных людей, оно все равно, туда все равно пролезает контекст сегодняшнего дня, если ты художник, ты это чувствуешь, и оно, и ты все равно, как бы, ищешь какие-то моменты, которые пролезают сегодняшний день, если они не пролезают, то это мертвое искусство, и оно не выслужит просто, ну, плохим целям, ну, либо оно просто не должно существовать. Миш, ты хотел добавить? Нет, я бы сформулировал немножко по-другому, то, что я бы сказал, даже эти вопросы, которые можете сами себе задать, а где грань между этим и пропагандой, понимаете, это как бы нету, вы не найдете этой грани, потому что именно такие фильмы, и вот такое отвлечение народа от, как бы, истинного, вообще, трагедии, которая происходит, и создается вот такими, как бы, веселый фильм, понимаете, это и есть задача пропаганды сейчас, она абсолютно настроена на то, чтобы снимать сказки, там, посмотрите, ну, следим, может быть, через друзей, какие фильмы готовятся к съемкам в следующем году, какие фильмы не пропускаются, это не абсолютно то, о чем вы говорите. Веселое, про хорошее, про хорошее, про весело, как бы, с одной стороны, с одной стороны, вы правы, и, как бы, эмпатия есть, вы спросите себя, как бы, где эта гранина, вот, да, что мы им помогаем, и работаем на пропаганды режима. Один вопрос, который я, в частности, себя всегда знаю, второе, это касается, самая простая аналогия, и она достаточно точна, это касается немецкого кирова, и Гитлера, вот, да, сложно сравнивать, да, по-другому, но очень много мы уехали, именно в начале прихода Гитлера, в 1934 году, можно смотреть, что немецкое кино произвело на свет с, скажем, 1933-1934 года по 1945 год, не осталось практически ни одного фильма в истории, да, кроме и Томас Манн очень точно это все описывал, вот, поэтому мне кажется, что в этом контексте получилось исправить какой-то исторический контекст, в этом контексте интересно посмотреть, и он хорошо применим, на мой взгляд, к тому, что сейчас происходит. Так, тут вопрос. Я вас еще по углу советского кино, и вот к аналогии, к которым, да, часто приходит, что в советское кино мы уже видим много шедевров, и они умудрялись говорить языковым языком и так далее, но, мне кажется, что один важный момент есть. Мы говорим о кино людей, которые родились в этой системе. Сейчас чуть-чуть другая ситуация. Сейчас киноиндустрия делают люди кино, которые не родились в Советском Союзе, и практически в нем не жили. И, да, например, ну, я человек, который родился там в конце 88-го года, у меня вся моя молодость пошла на 90-е, и я воспитанный те свободы. И для меня, например, представить сейчас, я должен сейчас ходить как бы по этим странным тропам и выдумывать, делать вид, что все хорошо, а при этом там-так закладывать какие-то штучки, должно пройти время, чтобы такие люди выросли внутри нового железного занятоса. Современные, мне кажется, художники, которые не привыкли, они не способны, к этому не заприспособиться. потому что если ты знаешь другой путь, то вернуться в это, ну, то есть не вернуться, а принять это, это как бы либо, ну, это, это, это прям травма. Поэтому это возможно только следующим поколениям, если режим, не дай бог, выдержит и проживет, вот возможно в нем родятся много художников, которые научатся этим языком говорить, но мне кажется, что современные художники, даже те, которые остались с нами, они не смогут этого сделать, потому что, ну, они просто по-другому говорят. Так, я там вопрос Саши Рызов. Вы говорите о цензуре, да, но у меня вопрос по всем паналистам, а как вы работаете здесь и существует ли какая-то цензура в Голливуде, можете ли вы работать между тем, как русские режиссеры, ну, а также сценаристы и другие, представьте, вы только по песне. Сейчас про цензуру сейчас сразу, Маша, Маш, вы там говорите. Давай, давай. Ну, честно говоря, вот когда началась война и я поняла, что я теперь здесь живу, я начала искать варианты, как стать медсестрой, говоря о научной. Я готовилась к поступлению в Санкт-Петербург в Польшу, набирать постепенно предметы и сказала своему менеджеру и агенту, что, ну, говорят, что русских везде запрещают направо-налево, шансов нет. Я попросила меня записать одни-единственные пробы, пришли, там, для чего такой большой был монолог, надо было играть в Польку. Там было написано, что главная роль Натали Полькова. Мне показалось, что это такое, как бы, финальное издевательство, понятное дело, я не получила эту роль. Я записала монолог Польки про Тебли, про то, что это прекрасный город с прекрасными людьми и пока не пришли нацисты, мы даже не знали в такие евреи. Это был первый месяц войны и как бы в контексте всего того, что происходило и что происходит с моими людьми в России, близкими. В общем, я получила эту роль и это был невероятный опыт. Натали Польков классная оказалась, добренькая. И оказалось, что все очень-очень профессиональные люди снимала этот проект израильский режиссер, женщина. Очень смелый. Мне показалось, что там какая-то была прям настоящая свобода. Но может быть, мне так показалось. Мы снимали это для платформы. На платформах, мне кажется, в том числе здесь больше свобода. Поэтому я цензуры не увидела и больше того, у меня появилась надежда, что мы, русские отцовские, можем теперь наконец-то играть. Поляк, потому что было раньше-то наоборот. про цензуру в Голливуде варианты. Я вас попрошу. Честно говоря, эти два слова вообще даже не сочетаются в моем мозгу. Мне кажется, это можно сказать человек, который долго прожил в России и привык к тому, что цензурируется исторически. Я не думаю, что здесь есть цензура. что здесь есть, это необходимость работать в течение многих лет. По коленам в грязи просто, снизу вверх. На все уходит от 10 до 20 лет, честно говоря. То есть, если этих лет нет, это проблема. То есть, ты начинаешь снизу и работаешь. Там, не знаю, есть такое выражение, you have to pay your dues. So you pay your dues. И вот это вот секрет успеха в Голливуде и цензура для меня что-то российское и советское. 10 лет подержу. 10 лет. От 10 до 20. Ну, зависит от того, что ты хочешь. Как высоко. Если у вас там больше десяточку закладывать. Из недавнего я вроде бы всегда предполагала, что Голливуд где-то там, далеко, с бугром и так далее. Вот я, собственно, в Штатах. И я оказываюсь на съемочной площадке Засимила Йогович и Арнольдом Шварценеггер. Мы два съемочных дня делали коммерцию для электронной игры. И было крайне приятно услышать речь Арнольда в конце нашего съемочного дня, что действительно как приятно видеть на нашей съемочной площадке у нас работали и русские, и украинцы. Режиссер был из Португалии, оператор из Польши, еще половина команды американцев. И он говорит, вот, ребят, это суть, наверное, человечества, как бы классно быть талантом, классно быть профессионалом, развивать себя, свое существо. И как круто видеть, что на нашей съемочной площадке работают люди со всеми рассвета, и как слаженно, и как профессионально. Мне кажется, это очень, очень важно. Ребят, кто-то хочет еще добавить? А, Рома, сейчас скажешь про то, что на Соскинском компании не работают, но это правда. Вопрос был про то, кем вы здесь собираетесь работать. Я просто в общем скажу, что есть конвертированные профессии, все технические профессии конвертированы, профессия оператора, мне кажется, очень сильно конвертирована, оборудование все такое же, ты хочешь показать красивую картинку, картинка не говорит на своем языке. Так же, как у вас, математика и физика это универсальный язык. У нас есть Аня Адрубич, которая здесь уже прорвалась, в Голливуде, я ее в Москве встретил, она как бы... Она в самолете летит, поэтому не смогла быть сегодня находилась. Да, вы говорили, слушай, молодец, ты вот первая из нас прорвалась в Голливуде, она говорит, «Ром, музыка это же универсальный язык». Да, если ты становишься эта проблема, если ты актер, ты можешь играть русского Я ущеряюсь, нет, просто по-моему, а не надо. Ну, очень, наверное, надеемся. Да, но в принципе, если вы посмотрите просто на русских актеров, в том числе на твоего отца, как бы все играли русских, в основном нехороших русских. Если ты сценарист, ты в принципе должен очень хорошо понимать душу своего зрителя. С этим проблема, ты должен владеть слово, с этим тоже проблема. Если ты продюсер, вот как я, тоже огромная проблема, потому что твое качество как продюсера связано с двумя вещами. Оно связано с ощущением рынка, когда ты берешь сценарий, ты понимаешь, его будет смотреть народ или нет. И второе, собственно, репутация. Если есть репутация, как, например, у меня в Москве, с вами хотят все работать. То есть лучший сценарий мы получаем первыми. В Голливуде мы будем получать те сценарии, которые никому уже были не нужны. И в этом проблема. Я здесь солидарен, что если у тебя здесь есть 10-20 лет, то всего возможно. Если нет этих 20 лет или нет вот такой вот страсти, которая необходима для того, чтобы пройти огонь и воду, и воду, и трупы Голливуда, то сложно. Может, ты говоришь, что Санта-Моника Медикл-Колледж, да? Значит, я хотела бы немножко в другое русло нашу беседу повернуть, потому что собралось огромное количество очень талантливых и очень профессиональных людей, которые могут производить контент на русском языке. Возможно ли, вот вопрос такой, возможно ли за пределами России в данный момент производить контент на русском языке каким-то образом объединиться и какой бы мог быть это контент? Кто первый хочет, это говорит, Ром, давай ты тогда, если ты, у тебя это не красный. Да, есть такие мысли, а давайте мы будем производить на русском языке контент не в России. И здесь, ну, это же контент большой бизнес, там, сериал уже стоит миллионы, то вот, кино тоже стоит, там, маленькое кино начинается от двух-трех миллионов. Вот, и вопрос заключается в том, а где рынок сбыта для такого кино? Если рынок сбыта, скорее всего, не Россия, да? В общем, сколько Netflix платит, например, за иностранные язычные хиты, которые проверены? Мы это знаем, это коммерческие, в принципе. Поэтому я не вижу такую возможность. Прошу прощения сразу за свой пессимизм. Так, кто-то хочет отдать эту тему в Морианде? Я считаю, это просто вопрос, может быть, немножко не так поставлен, потому что язык это как бы средство, да, векл. А идея, это как бы сначала идея, а потом уже язык. То есть, если у вас есть прекрасная идея, вы можете использовать русский язык. если вы хотите сделать антивоенный фильм или сериал, который анализирует ситуацию в Украине, или хотите и язык, один из языков, хотите русский, пожалуйста. Главное, чтобы у вас была хорошая идея, если у вас хорошая идея, а контент, продукт, это, ну, как бы... Я просто говорила о том, что понятно, что всегда я поддерживаю полностью, наверное, главная идея. Я согласна, что если есть идея, язык не важен. Я говорю даже скорее аудитория, русскоязычная аудитория, которая есть за пределами России, возможно, для нее что-то делать. Я бы не стала думать о языке, я стала бы думать о идее. Если у вас хорошая идея, хороший проект, то аудитория подтянется, в том числе и русскоязычная. Не фокусируйтесь. Я думаю, что сейчас я просто большим, конечно, что говорите о том, что сейчас изменилась тенденция в мире последние 5-6 лет с Squid Games, потом, что это значит, с Monique Ice и так далее. То, что смотрят, весь мир смотрит контент не зависит от языка. Это очень новая тенденция. Возникла буквально в последние 5 лет. Раньше это были фестивальные фильмы с субтитрами, и это такая маргинарная аудитория смотрела. Сейчас то, что показали стримеры большие, то, что это возможно. Поэтому единственный вариант, это то, что, если идея требует того, чтобы это было на русском, это будет прекрасный, гениальный сериал, фильм, или что угодно, то его будут смотреть независимо на каком языке. Но как индустрия, это не то есть очень ровно как индустрия, это невозможно. Просто финансово просто это не имеет никакого смысла. Можно я видеть полу вопроса в эту же сторону, с корреки ответом, а вот просто, может быть, конкретизировать может быть, тему. То есть, например, я смогу идти здесь в Лос-Анджелесе в русский магазин, и ты видишь, что там продавец, продавщица и смотрят телевизор. Меня это просто так завораживает, я смотрю, что они смотрят какой-нибудь сериал «Морские котики-13» или что-нибудь такое. Я вот думаю, блин, вы в Лос-Анджелесе, но у вас как бы все равно есть какая-то потребность вот этого контакта как бы с Россией, но при этом такой очень какой-то, ну, то есть, это очень плохой контент. Только к этому слову только контент, как вот такого рода продукта может применяться. Но тем не менее, есть некая потребность. Есть какое-то количество людей не только в Лос-Анджелесе, не только в Америке, не только русские, а просто, я думаю, что, говорящая комитета чуть больше, только русские. Вот, соответственно, как бы, то есть, вот вопрос для аудитории широкой, возможно ли работать на нее? Вот, искренне от этого вопросов. Вопросы. Ну, вот, Роман ответил, что-то нет. Ну, нет, но невозможно, ну, да, 12 дней не имеет смысла. Если сделать что-то дешево, то есть, просто, например, окей, или кто-то думает невозвратный день. Да, ангелы, я хотел бы скорее прокомментировать то, что некоторое время назад сказал Михаил, вносительно того, что сейчас может быть несвоевременный фильм про Сикорского или Зворыкина или Степуна. Мне кажется, что это мнение неправильно и подумающе. Во-первых, сейчас, как никогда, релевантен вопрос, кому принадлежит творец, вне зависимости от того, математика это или кинематографист в своей стране или человечестве. Во-вторых, то, что происходит сейчас в значительной степени результат неотрефлексированного сентимента, у которого ноги растут как раз из времен философского парохода. Спасибо. Еще вопросы? Добрый день. Меня зовут Лена Вассерман. Я из Юпена. Тоже в России уже 12 лет. Новый президент в этом году. У меня такой вопрос. У меня такой вопрос. Многие из вас говорят, что в данной ситуации вам очень тяжело снимать фильмы веселые, интертейнменты. Это понятно. Вам хочется снимать то, о чем душа палит. Это о войне или о горе или о переживании или еще. Но с другой стороны вы говорите, что сейчас снимать фильмы это не время. У меня еще не пришло то время. Мой вопрос заключается в том, что может быть все креативные люди, как и все науки тоже очень креативны. И может быть если вы бы взяли такой может быть таримный вопрос. Знаете, когда-то давно в России были такие очень маленькие ролики. Я не помню, кажется, они были об алкоголе. Знаете, такие очень как нет, я не помню, но они были как маленькие люди смотрели буквально там по 5-10 минут. И они были очень интересные, они как правило что рекламируют. Я сейчас не помню. Я уже в туре но я подумала, если у вас больная душа, у вас есть возможность сделать этот маленький ролик о войне, о пропаганде. Потому что это же разойдется как сарафанное радио. То есть русские люди могут смотреть эти ролики. Ролики вальрусенькие, но говорят там, что там путь говорили, что там ваша мама сидит в Мурманске там или смотрит, я сама из Томска по порядку, что там тоже далеко от переселения. и люди им придет это каким-то образом по телеграмму, по фейсбук еще что-то и будет там что-то такое, что будет хопать на мозги. Они будут много-много-много заставившим информационным полем эти ролики. Понимаете, о том, что Путин сдох или там ассоциация русской войны с Германией или богат маленькие ролики, но пропаганда. А почему бы я бы посмотрела такие ролики, если бы науку бы это сделала. А науку нет. Понимаете, мы же не умеем снимать. Я могу вам рассказать, как надо это сделать. Мы же умеем со своими проблемами. У нас нет проблем. Может быть, знаете, это глупо сейчас так сказать. Может быть, даже не в тему, но дело в том, что я работаю в лабораторию Тимбайсману. Тот замчай, который купил mRNA-вакцину в фонд-фонд-фонд-фонд. Надеюсь, все и пикнят. И вот сейчас и сейчас дело в том, что нам постоянно приходят люди в лабораторию по-снимать. Постоянно. А потом они пропускают ролики. Я смотрю эти биси, там, с вами снимают бачка, пропускается одна минута, да? И вот эта вот одна минута, ну, эта минута, ты смотришь и думаешь, о, мой гад, надо пойти привиться. Это видишь, и вот это пропускается, пропускается. И если вы вот вы пришли, вот вы скучаете, вам что-то нужно, вот почему бы не задумываться на эту тему. Это не художественный стиль, вам не нужно миллион, надо, чтобы местность покупал. Ну, вот так. Это нормально, очень, извините. Спасибо. А, Владимир, с вами нет. А кто будет снимать ролики с ДОК, товарищ Владимир? Владимир Петрович, с Вайфу. Я буду с вами, здесь просто собрались специалисты игрового кино, которые снимают придуманные истории. Это, как бы, репортаж, это другой жанр. Таких роликов миллион сейчас есть. Везде, как кто-то стоит около разгромленного дома в интернете, то есть, если их половить, их есть очень, как бы, много. Вот, короткометражки, ну, не знаю, хорошая идея, в принципе, короткометражка. Нет, даже не кронотка, а какой, маленький там, а еще, а теперь, сомнение, 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 кто будет снимать? Михаил, мы как-то, что-то боится, мне как-то. Нет, спасибо, что вы как-то про это говорите, потому что, на самом деле, такая идея входит, есть идея коллег, вот мы с Фиди это обсуждали, например, да, и там с другими друзьями. Тут вопрос веры в то, что это, по-английски, может, не хватает нам, да, вот. Ну, в целом, такая идея входит, и есть некоторые ребята, которые даже, ну, будут о том, к сценарии написать, и так далее, то есть... Работа ведется. Работа. Ну, насколько она не концепт относительно, да. Понимаете, я как человек, который раньше снимал, рекламу, у меня было рекламу выбирать, ну, конечно, я знаю, чего они требуют, для того, чтобы это, это как бы кинонаука, в том числе, да, ну, то есть маркетинг, это наука, да, но и в кино мы это тоже используем, понимаем, что будет пробовать людей, что очень... и это сложно. Это сложно, это требует больших вложений, на самом деле, то есть, как бы, да, есть какие-то исключения, раз что такое сошлось, но, по большому счету, это должно как-то быть, такой инсайт иметь, который требует большой работы, как ее навести, да, то есть, я здесь просто к тому, что не очевидно, абсолютно не очевидно, какой ролик может стать вот тем самым, который как-то подвинет ситуацию. Я могу вот про свой опыт, я просто вот как раз в какой-то момент просто не сдержалась и у себя дома, говоря о ролике, у меня дома висит карта Киева, и у меня много знакомых людей, товарищей, Украине осталось, по всей Украине, и очень много людей после интервью не стало писать писем. я просто у карты Киева дома записала 9 разных писем людей, в том числе с Донбасса, которые рассказывают, как началась война в 2014 году. Просто вспомнили в своем Инстаграме. И в какой-то момент один украинский журналист вырвел себя на канале, и около 2 миллионов людей посмотрели. Почему я так говорю, что все украинцы, которые понимают, что происходит, они под этим видео благодарят, говорят, вот, наконец, может, в России кто-то услышит, кто-то поймет, но спешу вас разочаровать. Люди в России, которые продолжают смотреть Симонян и Соломьёва, естественно, остро реагируют и на меня, которые, то есть девушка живет в Америке, встала рядом, ну, давайте, да, по-честному посмотрим на эту ситуацию, и по большому счету все люди в России восприняли это как то, что мне госдеп, да? Да, госдепская печенька. Да, госдепская печенька, мне заплатили денежку, чтобы я прочитала эти письма. И все люди, которые, действительно, настоящие люди, которые написали и пишут, да нет, это моё письмо, она читает моё письмо, мы хотели, чтобы она прочитала это. Они не верят. Поэтому, как бы, ролики это классная идея, но люди, по-моему, как это, это должно пройти время. Я просто потому, что найти, я тоже говорю, что если просто спустяний ролик, это никуда. Найти то, что может подвинуть вот тот самый колеблющийся, может быть, народ в России, который готов это воспринять. И это можно как-то, это очень сложная задача, которую не знаю, какой политолог, или политолог может решить на самом деле. Потому что очень многие стараются поделать это по-своему и сталкиваются об этой стене. Таня, сейчас, Тань, можно Машу дадим ответить на предыдущий вопрос? Я хочу дополнить, что мы видим очень большое количество больших артистов, которые выпускают сейчас свои новые клипы касательно текущей повестки с довольно-таки понятным подтекстом, ну то есть они периодически возникают в постоянном тексте. Да, я тут все кричу, кричу, мне не сон дает. Дали, все, дали организаторам. Именно кажется, что мы, господа, как группа, мы просрали. Все, просрали давно. Я помню, когда начался коронавирус, и рассказываю про какие-то европейцы туда-сюда, и мне столь каких-то писем пришло, что у меня тоже я продажный туда-сюда. Я понимаю, что много лет мы просто, как ученые, мы говорили в своих лабораториях, там было так классно, это было так весело, и нам было абсолютно насрать, то, что происходит с публикой. А потом на публика отплатила, потому что даже никто не верил, и вообще, то, что это какой-то наука, обвиняли в чем угодно. И то же самое, мне кажется, с кинематографом и с российскими людьми, я еще помню, я видел в Россию какие-то конференции, едешь в Сомали, включаешь российское кино, я говорю, извините, Мария, просто кажется, я кино не люблю, я в принципе не смотрю кино, я смотрю кино, только в Сомали, когда я вечно в России. Я включала, и смотрю, кто-то трахает мой мозг. И у меня вот это последние пять лет, оно ощущение все нарастало все больше и больше. И такое ощущение, что господа геношенники как-то проигнорировали, что все кино начало торопать в этой категории, одна, которую мозг держали в частоте, а другие, которые пустили этот сифилис. И все, и уже сфкат в общем уже нету, то есть невозможно уже тем, у кого мозг уже болен, они уже не воспринят ничего другого. То есть это уже такая огромная вилка, что да, это очень важно будет в деятельность, но после того, как он сдохнет, мы все похороним, поскачем на похоронах, и после этого уже можно будет воспитывать все эти ролики уже пойдут, а пока не произойдет ничего. Так, мы тогда... Простите, это очень хорошо. Я дам еще возможность задать вопрос. Спасибо большое. Меня зовут Давид, режиссер, снимаю коммерцию, снимал коммерции в Москве. Последний большой проект был в Бургеркингу снимать, но... Во-первых, хотел бы сказать, что вы все очень красивые, умные, очень талантливые, опытные. Я, наверное, и сам у него человек. По поводу пропаганды. Кто-то задал вопрос, мы потихонечку отвечали на него, как можно... Я не могу перешивать, прошли, не на публику, не выступал на часто. По поводу пропаганды. Мне кажется, пропагандировать смерть Путина нелогично для тех, кто за Путин, потому что они, наоборот, не будут менять своего мнения вообще. То есть, они, наоборот, будут думать, что мы получили какую-то денежку, пытаемся убедить, соответственно, их, которые находятся там, рядом с Путиным, который их, вроде, поберегает, а мы их убеждаем в том, что он, наоборот, злоб. пропагандировать, наверное, отсутствие и против смерти, против атомной войны, против того, что будет погибать не только та часть населения, которое в Украине и США, но еще та часть населения, которое в России находитесь. Ну, то есть, это дети тех матерей, которые смотрят в целом, где там первый канал, второй канал, того же Тужу Симонянгу и Теосоянгу и так далее. Ну, то есть, агитировать, наверное, мир, в первую очередь, потому что мы не за Россию, а мы за человечность, ну, то есть, за то, чтобы жили все, не только русские и украинцы и дамиканцы, наверное, и вопрос открыт. Нет, это больше, наверное, ответ про агитацию, то есть, мы не знаем, как агитировать, мы не знаем, как влиять на население, которое в России, кто-то сказал, что Симонянгят, потому что никто всего не поверил, потому что мы, по их мере, пропитаны землями, то можно, наверное, агитировать мир, ну, за мир, за агитацию мира, наверное, никто не подумает, что нам кто-то заплатил, то есть, это логично, мне кажется. Еще вопрос. Михаил Батин, оба лошади. Мне создается впечатление, что мы как бы опускаемся с какой-то эндиологией в руки, ну, ничего погибнуть нельзя, там, режим, и как побывал, давайте переживать, построить, ибо и надо идет, происходит убийство людей, какие-то детят, на то, что безэлектричество сидят, ужасное событие, как свобилия работают, мы не можем на это не реагировать, мы не можем сказать себе, что у нас ничего не получается, надо делать, пускай плохой ролик надо снять, надо снять второй, третий, четвертый, это обязанность, моральный долг, мы сейчас говорим, а как нам относиться к людям к России, а как нам относиться, как мы можем, вопрос, кстати, еще и по-другому, как мы можем помочь украине, как мы можем помочь украинцам, мы обязаны, это обязанность, и ученых, и кинематографистов, всех, просто противостоять злу, нейтралитет, он на стороне врага, он на стороне зла, на стороне смерти, нейтральную позицию, именно, вот демонстрация нейтральной позиции, в протяжении последних 20 лет, это и есть полпутинизм, то есть, когда хорошие люди, пиздец, пиздец, и наоборот, мы должны все равно сказать, да, пускай мы сейчас с ними плохое, и в полном подействии, с ними надо, давайте улучшим, и у меня предложение, вопросы, я не знаю, звучали, что давайте просто создавать, каждый день умирает люди, и соответственно, каждый день мы должны думать, что мы можем придумать, и делать, нужно протестовать злу, просто протестовать, войне будет состоять в убийстве. Спасибо большое большое. Игорь, отвечать, что по-моему, в состоянии злу, что мы можем делать? Ну, согласна. Давайте с ними. Ну, кто-то хочет, давай. Я могу сказать. Ну, мне кажется, что все здесь собравшиеся, так или иначе, этим занимаются каждый день. А вот родственники в Украине, кто-то снимает маленькие видео, кто-то отказывается от работы в России. И, ну, каждый, каждый, кто-то совершает все это, мало ли, не так. Послушайте, а когда? Объективно, для кого, для кого штаб, для кого не штаб. Ну, я, наверное, от себя добавлю, потому что, мне кажется, единственное, что можно сейчас снимать документальное кино, потому что самое чудовищное кино происходит у нас на глазах. Ну, вот вопрос мой личный, и я, наверное, задам его всем участникам, я не знаю, имеет ли моральное право человек, выросший в России, снимать документальные фильмы про Украину на данный момент, или нет? Кто-то хочет ответить, Маша? Ну, поскольку я знаю, что, например, вот Катя, русская девушка, русский продюсер, сейчас делает документальное кино про Украину. Я считаю, что, конечно, именно этим мы должны заниматься. И, наверное, Марианя там. Я работаю как раз на документальном фильме на следующей ситуации, фокус как раз не Украина, а Россия. Я считаю, что русские могут делать фильмы о России, о Украине, о чем угодно, и понимая национализма в этой ситуации, это помог, ну, вообще не должны думать об этом. Как я уже раньше сказала, главная идея, язык и национальности, тоже вторая. Я вопрос, что, я думаю, что миликация, с ним я проведу во Вьетнаме. Да, да, да. То есть, мне кажется, это действительно неважно, на случай национальность, тем более, если даже не важно, с какой стороны конфликта, мы имеем к этому отношение национальное, но тем более, мы больше в этом смысле в теме, чтобы с выбором проблему, может быть, да, скользить себя силой, но не обязательно, мне кажется, если есть возможность изучить вопрос, неважно, откуда ты. И добавлю, что в нашем чате всегда есть поддержка другого штаба, в нашем чате есть ребята из России, из Украины, из Белоруссии и так далее, вонаристы документы и так далее. И еще, возвращаясь к предыдущему вопросу, что делать людям, которые в России, и если у них нет возможности, на самом деле, если, опять же, человек профессионал, некоторые компании оказывают помощь в переезде, также в оформлении визы талантов, грин-карты талантов, первое время освоится здесь, там машина, жилье и так далее. Поэтому очень приятно видеть, реально, такие кейсы, что людей сюда приходят и помогают здесь устроиться. Вот, спасибо. Так, еще вопросы? Спасибо. Мне кажется, я так долго хотел задать этот вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Отчасти был ответ. Прежде всего, как социолог, у меня для вас есть хорошая новость, что у вас слишком пессимистичное представление. О, ясно. Завтра будет выступать моя коллега, у нее будет очень мало времени, но если вы ее послушаете, это будет после часа дня, там как раз об этом речь и пойдет. В частности, что касается пропаганды, хорошая новость заключается в том, что это большинство, о котором вы говорите, оно не столько любит эту пропаганду, слушает ее, сколько не хочет верить ничему. Это сейчас главная функция пропаганды. Сделать так, чтобы никто ничему не верил. Это отчасти хороший новость. Но я хочу обратить ваше внимание на то, где может просто целым образом сработать ваш талант. И может быть даже, в первую очередь, на аудиторию, которая не является русской, а глобальной. Но до русской аудитории это дойдет. Через какую-нибудь заднюю дверь уже сразу дойдет. А потом это станет классикой. А классика, смотрите назад. Все сейчас, конечно, ужасно, драматично, трагично, но великие вещи были сделаны как раз от противного. А почему бы не снять еще одного великого диктатора или еще одну смерть Сталина или пародию на доктора зло? Мне кажется, это то, что русские прекрасно могли бы сделать. И они бы сыграли в этом множество ролей. Это странный рашен арцент. И все такое. Это, понятно, вопрос индивидуальной творческой предрасположенности. Но глядя на то, в каком состоянии сейчас находится глобальная аудитория, включая русскую, но в первую очередь то, что представляет весь свободный мир. Мне кажется, это то, что буквально висит в воздухе, что он окрашивается. Есть ли у них комедиографы? Может быть, что-то там щелкнет и получится, что должно быть. Так. Друзья, кто-то хочет ответить? Пожалуйста. Должны ответить, у меня скорее встречный такой вопрос. Потому что если вспоминать в ходе великого диктатора, мы говорим, сейчас пытаемся сорвать туда. Вопрос проще, для кого мы хотим кинуть. Когда мы говорим, что он дойдет до России через эти двери или как, это классный жанр. И это классное, действительно, это может быть действительно хорошее кино и отдушина действительно сейчас. Но вопрос, на кого все-таки это кино? А я сказал глобальную аудиторию. для аудитории здесь, я имею в виду, грустно говоря, еще да. Если мы говорим, например, о тех людях, которые остались в России, которые продолжают выявить пропагандию, для них это никаким образом не сработает. Потому что это будет выглядеть, как издевательство над их убеждениями. Так вот, условно, невозможно переубедить человека, ерничая над тем, что он верит, мне кажется. Но если такая задача, я же оговорился с самого начала. Это глобальная аудитория. До русских это безусловно зайдет. Но обратитесь ко всему миру. Скажите, кто мы с помощью комедии? У меня скорее вопрос к вам, как к социологу. Как жалеть на аудитории? Вот на ваше мнение, которое как бы никак не поддается, потому что Маша говорит, да, рассказал про ролики. И есть много таких... Ну, здесь у меня для вас плохая новость. Вы на русской аудитории почти никак не поперяете в ближайшее время. Вот видите, а у многих американцев, на европейцев вы повлияете. И вот эта дурацкая дискуссия о том, кто хорошие русские, а кто плохие русские, она немножечко изменится. Понимаете? Это безусловно. Это такая... Можно я скажу на этот счет? Может быть, это мой опыт, но мне кажется, вот это представление, что русские играют только плохих русских, мне кажется, не так. Вот в космосе я хорошая русская. Сейчас еще отдельно хирующее. Потому что на самом деле у меня как социологу тоже хорошая есть новость. Нас никто здесь на нем и ненавидит. И вот что касается сценариев, я только что закончила проект, где я играла хорошую русскую, где я сказала, что Сталин был убийца. Это было очень приятно. Но вы же можете в сценарии и Навального включить. Вам никто не знает? В американском сериале я актрисе, я не включаю Навального. Мне кажется, вот у нас подруга наша, про которую мы сегодня вспоминали, Анна Дропич, композитор, она писала прекрасную музыку к документальному фильму про Навального. Мне кажется, сейчас преждевременно снимать про Навального художественное кино. Сейчас прекрасно есть документальный кино. У меня есть данные исследования. Да, да. Сейчас, да. Сейчас, сейчас, ученые, данные исследований. Это же научная конференция, извините. Мы проводим отношения людей к смерти, к продлению жизни исследований и заодно смотрим эмоциональные состояния, различные гластеры активности. Я скажу, есть некоторая удивительная вещь. Мы смотрим, один из вопросов это отношение к Сталину. Отношение к Сталину, к этому государству, к гордостью за войны, ну, знаете, такой типичный образ. И вот что, эти вопросы объединяют, естественно, они закреплены государством, не все составило так плохо и гордятся победами предков. Но вот удивительный факт показало, ну, показывает Африс Кейдер, что в другом кластере вопросов эти люди себя чувствуют очень одиноко. Когда они себе говорят заявляют об одиноких людях. И может быть это вот такая почва измышлений, может быть, какой-то, малоозначительный факт, а может быть, и важный, который может передать людям какую-то общность, каких-то, то есть, подумать, как бы они убедились, что они какие-то мышцы. Я очень быстро хотел просто сказать, что создание сценария очень мистический процесс, я вот всегда за этим наблюдаю, как у людей они вдруг беременеют одной или другой вот поэтому, кстати, продюсерское кино, продюсерские сериалы, они очень редко бывают но очень крутыми, потому что продюсерское кино, это когда продюсер придумал идею, потом ищет сценарист, который это напишет. Настоящее творчество, оно начинает зреть, я не знаю, как прыщи, потом оно разрывается, но выходит наружу, и поэтому вреда, и когда оно выходит наружу, мы удивляемся, насколько это актуально до того времени, в котором это возникло, поэтому ответ на ваш вопрос, я уверен, что это будет происходить, будут вызревать вот эти проекты, это медленный процесс, который мистической природы абсолютно, то есть вот боль, она будет вырываться наружу, вот какими-то творческими вещами, это неминуемо будет происходить. фактически как научное открытие. Последний вопрос. Я хочу очень коротко зафиксировать одну вещь, которую, извините, Маша Машкова сказала, мне кажется, что это очень важно в контексте не только нашего, вашего мнения, нашего мнения, поскольку мы записываем и это все будут смотреть люди, вы сказали очень важную вещь, что к вам, русскоязычным, произошедшим из России кинематографистам, никто здесь плохо не относится. Я хочу сказать, что к нам, русскоязычным академикам, ну, я имею в виду профессорам, никто не относится ни с какой фобией, есть со стороны своих факультей коллег, которые очень хорошо знают всю мою поднагодию, я испытываю сочувствие, сожаление, помощь, поддержку, понимание, желание понять, большой интерес. Может быть, это особенность Америки, я давно не был восточной Европе, но это наша страна, Маша, это ваша страна, вы ее не бойтесь, здесь все хорошо, это хорошая страна, справедливая, и здесь очень хорошо творческим людям. Вот, что я хотел сказать. мне показалось, что вот сейчас дискуссия повернулась таким образом, что мы, аудитория, стали давать советы этим талантливым профессионалом. Я могу представить меня физики с национальной лаборатории, что они начинают говорить тебя в этом муравденье, мое отношение. Вот, я думаю, что это непарабельно. А что касается вопроса, который здесь был поднят, что вы должны помогать всеми силами в Украине, ну, так самое простое, давайте соберем деньги, кто сколько может, пошлем, они там купят, я не знаю, снаряды, оборудование для солдат, и это будет реальная помощь, прямая и действительная, ну, если это, это будет самое большое. Спасибо. Спасибо. Так, все. Послединие вы передачи, конечно. И вопросы. Я воспользуюсь своим моментальным правом, я поскольку счел. Президент Кузьмин. По женщинам. Нас правят женщины. На самом деле, я... На самом деле, от имени всех людей, которые здесь собрались, удивительно, что здесь не только мои коллеги, но и очень много людей, которые действительно принадлежат, скорее всего, к вашей диаспыли. Мне бы хотелось вас поблагодарить. Знаете, за что? За искренность. Потому что это то, чего нам во многих отношениях всем не хватает. Во-вторых, мы бы хотели пожелать вам успехов. Вот честно, мы просто желаем вам быть успешными. Это очень трудно, как правильно было сказано. Это занимает время. И не важно, кто вы, кинематографисты, приехавший ученый, да, в общем-то, будто тернист у всех. И даже у людей, которые не работают в творческих профессиях, он тоже тернист. Но, как бы вспоминаем мой предыдущий опыт жизни с творческим человеком, я понимаю, что в этом отношении, в отличие от физики, математики, химии, это достаточно субъективный процесс. И у нас участвует не только творец, но и тот, кто это творчество оценивает. И поэтому, опять же, больших вопрос первым. И то, что вы делаете, как вы это делаете, вы сами решите. А мы с удовольствием это рассмотрим. Спасибо огромное конференции, что вы нам разрешили собраться. Для нас это очень всех важно. Разрешили, пригласили, мы пришли. Зовите нас еще. Вообще, нас гораздо больше. Мы готовы говорить бесконечно, как вы поняли. И еще пригласили. Вот, пожалуйста, зовите еще раз. Спасибо большое. Это очень важное. нужное дело. И нам бы очень хотелось взаимодействовать с научной комьюнити, которая здесь давно. И нам кажется, нам есть чему научиться друг у друга. Мы с радостью, с радостью их послушаем. Вот Таня Татарина, он мне говорит, что надо всех позвать на ужин, который будет после, собственно, нашей конференции. и, Таня, можно, пожалуйста, я не запомнила два картина. Таня, сейчас конечно, как быть. Всем, как можно, я хотела бы назвать Лену, там картины все великолепные, потому что, пожалуйста, посмотрите, это очень хорошо. и сейчас оперативе, если мы вам ведем кафе Бангут, это южный чайный эксклюзер, очень поздно, я там много раз плавал. То есть, как там Бангут надо выйти из этого здания, повернуть направо, дойти до большой дороги, повернуть налево, перейти, это буквально 100 метров. Там, там, большие такие фонарь и кафе Банг. Если что, мы настроимся Пангутом, пойдем со мной и я всех заведу. Я сам на Бангут. Пангутом, как бы с козлом. Папа! Папа! Спасибо.